МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберёмся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про незаконное распространение алкоголя. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, может быть, даже и информация, звоните в наш прямой эфир. Мы работаем по телефону 508-86-84. Звоните, постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня. Алена Викторовна Патрина. Добрый вечер. Добрый вечер. Алена Викторовна член общественной палаты Одинцовского района, а также нас сегодня посетила Юлия Юрьевна Познякова. Добрый вечер. Юлия Юрьевна начальник Центра исполнения административного законодательства нашей Одинцовской полиции. Благодарю, что приехали сегодня. Давайте начнем с базового момента. Понятно, что алкоголь при всей его популярности в СНГ, контрафакт на алкоголь и так далее, это довольно опасная вещь. При этом вещь весьма и весьма прибыльная. Если можно, наверное, Юлия Юрьевна, к вам этот вопрос. Как в принципе у нас с алкогольными вопросами дела в районе обстоят? Ну, значит, ситуация в Одинцовском районе, как и в самом городе Одинцовском, так и в районе, с реализацией, давайте начнем с того, что есть незаконная реализация алкогольной продукции. Вы имеете в виду без лицензии, когда продают. Без лицензии, не установленное законом время после 23 до 8 часов утра, остается достаточно сложной. То есть, ну, наверное, я скажу сухими цифрами, только нами, Одинцовским УД, составлено более 450 административных протоколов за 10 месяцев 2016 года. Я так понимаю, сейчас, чем ближе к новогодним праздникам, наверное, статистика будет еще и веселее. Да, я думаю, да. Я думаю, да. А с чем вы это связываете? Почему вот именно у нас такая напасть действительно нашла хорошее такое лежбище? У нас, вы имеете в виду в Одинцовском районе? Я думаю, что это лежбище не только у нас в Одинцовском районе, а по всей Московской области, как показывают. Возможно, и по всей стране, в общем-то, и по всему СНГ. Возможно. А у нас имеется звонок от телезрителя. Давайте с ним поговорим, потом вернемся к нашей теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Это Елена Сергеевна. Я хочу поблагодарить администрацию района и полицию, которая складывает так много сил по поводу того, чтобы пресечь торговлю алкогольной продукцией, табачными изделиями нашим подросткам. Спасибо большое. Елена, ну, я уверен, моим гостям приятно. А у вас какая-то личная история? Или, может быть, слышали о чем-то конкретном? Почему такое желание возникло позвонить, да и поздравить, поблагодарить? Дело в том, что у нас в магазине регулярно продавали, я была свидетелем, табачную продукцию детям. После того, как я позвонила, именно вот подразделение Юлии, я слышала, что приходили они с проверкой, и, в общем-то, прекратилась продажа табачной продукции. Рядом находится школа, это улица Молодежная. Спасибо большое. Спасибо. А вам, в свою очередь, спасибо за звонок. Я напоминаю, уважаемые телезрители, мы сегодня говорим о нелегальной реализации алкогольной продукции в Одинцовском районе. Если у вас имеется какая-либо информация, предложение, возможно, вопросы, звоните. Мы работаем в прямом эфире 508-86-84, наш телефон. Ну что же, вернемся к нашей беседе. Получается, что, да, действительно, реализуют, действительно, работают без лицензии, работают в неурочное, можно так сказать, время. Неужто не отпугивает, что действительно могут прийти и наказать? Отпугивает, отпугивает. Особенно отпугивает высокие штрафы. А можно, если вот прям вот по факту, да, сколько для юридического лица, для индивидуального предпринимателя? Ну, здесь небольшая градация идет за правонарушение. То есть, если правонарушение связано в неустановленное время, то штраф на индивидуального предпринимателя от 5 до 10 тысяч рублей, на юридическое лицо от 50 до 100 тысяч рублей. Если мы говорим о реализации алкогольной продукции без лицензии, то здесь штрафы на индивидуальных предпринимателей от 4 тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Ну, знаете, 4 тысячи рублей или там 5 тысяч рублей, это действительно не такие уж и большие на самом-то деле деньги, даже в условиях кризиса. Их пугает конфискация алкогольной продукции, которая предусмотрена данными статьями. Не только, конечно, реализованные, вы говорите вообще обо всей линейке продукции подобной. Да. Мы в этом году за 10 месяцев изъяли из незаконного оборота более 8 тысяч литров алкогольной продукции. А потом они ликвидируются каким образом? Службы судебных приставов. Ага. По решению суда. Понятно. Получается, что ситуация, как вы сказали, все равно сохраняется не весьма благоприятная. А есть ли какие-то методы, возможно, вы сейчас разрабатываете какие-то перспективные направления борьбы с такими недобросовестными предпринимателями? Или, возможно, совершенствование уже существующих методов может привести к улучшению ситуации? Мы их уже приводим в действие, будем так говорить. За недобросовестных юридических лиц мы отзываем лицензию через Росалкогольорегулирование за продажу алкогольной продукции неустановленное время и, соответственно, за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним лицам. А есть ли какой-то вариант, возможно, это несет такой срочный характер ограничения на лицензию, вариант возвращения этой лицензии? То есть, другими словами, в общем-то, отбросим формальности, может ли человек рассуждать так? Да я пересижу, господи, ну, два месяца не буду продавать, ничего страшного, буду сникерсы продавать. А потом буду опять переходить на водку, которую буду там после 23-х. Ну, очень сложно обратно получить лицензию. И это, в принципе, не наше прерогатива, а Министерство потребительского рынка. Но именно как правоохранитель вы оцениваете действительно ли отзыв лицензии как действенное средство? Это очень действенная мера. Я так понимаю, вы ведь и с нашими общественниками также работаете по данному направлению. Если можно, вот поподробнее. Я помню, Алена Викторовна, когда вы у нас в крайние разы были, рассказывали про совместные рейды и так далее, подобные мероприятия. Поддерживаете еще эту практику? Да, мы еженедельно ходим в рейды, созваниваемся. Мы, к сожалению, не можем сами принимать отдельное участие. Мы можем только в тандеме работать с органами правопорядка. Поэтому к нам граждане присылают сообщения. У нас открыта горячая линия на общественной палате, в газете «Денцовская неделя». Мы принимаем эти сообщения и отрабатываем совместно с ОВД. А вот если можно чуть-чуть поподробнее, то есть как это выглядит вам при прислании обращения, заявления? Неравнодушные граждане, которые сообщают конкретный адрес, где и когда это происходит. Мы принимаем, согласуем это мероприятие с органами правопорядка и идем в рейд. Делаем контрольную закупку. После 23-х мы идем, делаем контрольную закупку. Сколько раз мы были, нам еще ни разу не отказали. Обычно страдает этим пороком именно средний и малый бизнес. Большие супермаркеты, они строго в определенное время прекращают торговлю спиртными напитками. А именно палатки, маленькие магазинчики в этот момент получают удовольствие от продажи спиртных напитков. Я могу понять, зачем общественные организации нужна помощь правоохранителей, потому что, понятно, вы не можете как общественники просто прийти и начать там устраивать законы. У них, скорее всего, даже уже рук не хватает, да, и мы как в помощь идем друг к другу, благо у нас хорошее взаимодействие друг с другом. Мы очень рады, что у нас складываются такие отношения. То есть, я так понимаю, общественники для вас оказывают... Очень посильную помощь. Посильную, да? А есть ли такой момент, что, предположим, они как именно люди, знающие действительно свои населенные пункты и так далее, помогают? Потому что я вот по себе могу сказать, в общем, с раннего детства я прекрасно всегда знал еще с дошкольных тех же времен, где у нас были самые такие, знаете, рассадники, не в Еденцовском районе, да, потому что я не отсюда, но, тем не менее, где у нас конкретные были рассадники вот проблемных мест, проблемных объектов? Ну, мы тоже, наверное, знаем, где это происходит. И тут, то есть, подобные ситуации, да, как раз получается? Как-то исторически она образуется, все четко знают, где это можно приобрести. Сарафанное радио работает хорошо. И граждане иногда боятся, стесняются, они не звонят в органы правопорядка. Почему-то им комфортнее позвонить нам или в газету, или в общественную палату. Не все хотят общаться, какое-то у них смятение по этому вопросу. И, соответственно, в этот момент подключаемся мы. Ну, я так понимаю, силовые структуры внушают не только уважение, но и страх, конечно, в общем-то, так и должно быть. Они иногда говорят, что мы будем отвлекать, когда есть вы. Юлия Юрьевна, а есть ли какая-то процедура по поводу именно обращений подобных? Обязан ли человек, если он хочет сообщить подобную информацию, предположим, заявление заполнить своими паспортными данными? Нет, не обязан, нет. Он может позвонить по телефону, либо в территориальный отдел полиции по месту жительства, либо по телефону в дежурную часть УВД Одинцовского муниципального района, либо, возможно, к нам в службу. И мы обязаны будем принять его звонок. А если он, предположим, пожелает остаться анонимным? Анонимные мы не рассматриваем. То есть надо назвать имя, фамилию, отчество? Да, нужно назвать имя, фамилию, отчество. Но в любом случае, чтобы навести порядок, мы все равно данную информацию проверим. Вообще много обращаются? Очень много обращаются. То есть неравнодушных именно жителей? Да, жителей Одинцовского муниципального района с активной жизненной позиции, гражданской, очень много. И за это им огромное большое спасибо. Без них мы бы были без информации. Это наше радио сарафанное. Это наше сарафанное радио, да. Они нас информируют обо всем, что происходит в районе. Спасибо им за это огромное. Но это же их дом. Люди здесь живут, конечно, они не хотят, чтобы здесь творился беспредел. Безопасность в своем районе. Потому что вечером пройти иногда бывает сложно по нашим районам. Некоторые. Ну, ни для кого не секрет, конечно, зачем вообще начинали в свое время задумываться над законодательным ограничением продажи алкоголя в определенный временный период и так далее. Но насколько это все-таки действительно работает? Я даже говорю не про незаконную реализацию алкоголя, да, а про именно правонарушения, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения и так далее. То есть, соответственно, чем больше люди закупают алкоголь, тем больше у нас происходит распитие спиртных напитков, тем больше люди совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. А корреляция именно положительно имеется? То есть, чем больше идет реализация, тем больше на правонарушение происходит? Да, конечно, тем больше преступления. Это все взаимосвязано. То есть, административная практика, это профилактика преступлений. И, соответственно, если люди закупают, распивают, то тут тоже обратный процесс, будем так говорить. Юлия Юрьевна, понимаю, что еще не закончен 2016 год, и весь позитив еще впереди. Мы уже сказали, что скоро Новый год у нас. Корпоративы, опять же. Да, корпоративы, январские праздники и так далее. Но, возможно, у вас имеется какая-то такая переходная статистика на сегодняшний момент по итогам работы вашей? Переходная в каком-то? Ну, на сегодняшний день какая-то статистика? Обращения, возможно, и так далее. Ну, именно только вот в нашу службу в районе 300 обращений было за... С начала года. С начала года, да. Я не буду говорить за все Одинцовского УД, потому что вы знаете, что в наши много служб, и в каждую службу приходят обращения. А есть какая-то динамика по сравнению с прошлыми годами? По обращениям... Ну, по количеству составленных материалов больше. По обращениям, честно сказать, не могу сказать. Но я думаю, что, конечно же, больше. Потому что мы стали открыты для народа. Мы стараемся, так сказать, завоевать доверие граждан. И поэтому, если, как вы говорили, сначала мы страх у людей вызывали, да, то сейчас мы стараемся вызывать у граждан доверие. Поэтому они боятся уже и звонят нам, пишут гораздо чаще. Алена Викторовна, я думаю, к вам вот следующий вопрос адресую. Знаю, что вы действительно нередко бываете на совместных рейдах. А как к вам, вот именно к общественникам, относятся такие нерадивые продавцы, владельцы торговых точек? Очень сомневаюсь, что они с распростертыми объятиями воспринимают, раскаиваются. Я думаю, что я овраг номер один. Так же, как и к вам. Мне кажется, да. Я овраг номер один. Меня, наверное, уже во многих магазинах узнают. Уже, наверное, и днем еще. Уже не продают, да. Я, к счастью, не покупаю. Да, я не злоупотребляю, поэтому мне это не особо нужно. Продукт питания, поэтому... Но я думаю, что очень меня любят в этом направлении. То есть были конкретные случаи, да, неприятные? Ну, их конкретных случаев достаточно много. Когда мы приходим и изымаем продукцию, очень часто есть своя аудитория поддержки у данного магазина. Они очень быстро аккумулируются, приезжают, оказывают противодействие нам. Даже в том случае, если вы с представителями органов правопорядка. Правильно? Пугают они нас регулярно. Мы уже несколько раз и словесно сказали, ты же здесь живешь. Я говорю, да, я здесь живу. И хотелось бы, говорю, мне комфортно находиться в своем городе. Ну, такой переходный момент, но мы переживаем как-то. Слушайте, ну это поразительно на самом деле. То есть когда просто человек, его легко в себя представить, да, живет. По вечерам привык после 10-11 ходить покупать алкогольную продукцию и так далее. И по первому звонку местного, простите, барыги, приезжает угрожать общественникам и так далее. Я правильно понимаю? Да, да. Вот у нас проживают персонажи. Ну, я так думаю, что у них возраст такой. Еще у них нет детей, лет там 20 с копейкой. Но когда появляются свои дети, осознанность приходит, они также будут переживать из-за своих родителей, из-за детей. И тоже будут делать акцент на том, что... Слуха и сказать, молодежи нужно перебеситься. Ну, это в каждом поколении молодежи нужно перебеситься. Это нужно пережить. Но они есть, да, мы как-то вместе все сосуществуем. Но пугают меня регулярно. Спасибо вам. Бодрит. Алена Викторовна, ну, подобные рейды вы, правда, довольно давно уже начали проводить. Общественная палата не первый год существует. А есть ли какие-то сподвижки действительно? Может быть, какие-то изменения, модернизация вот этой вашей совместной с правоохранителями работы? Вы знаете, раньше звонков было как бы мало, нам не особо доверяли. Сейчас, вот у нас плюс горячая линия еще в газете, начинали мы где-то с 10 звонков в день, сейчас доходит до 50-60, и звонков 2, 3, 4 обязательно именно на тему как бы алкоголя. То есть получается, что средства массовой информации, что общественные организации, что правоохранители больше стали получать именно с обращений, сообщений и обратной связи. Да, у нас обратная связь, вот за последние 3-4 месяца она, наверное, даже не утроилась, удестерилась. На сегодняшний день так. Ну что же, есть такой момент, довольно неприятный, в общем-то, но, тем не менее, это наши реалии, это несовершеннолетние, которые, в общем-то, по идее, вообще не могут притрагиваться к данной продукции, тем не менее, мы, к сожалению, видим действительно и курящих, вот как сейчас наша жительница Елена звонила, сообщала, и пьющих, уж про наркотики даже и говорить не хочется. Насколько вот действительно данная ситуация у нас проблемна? Понятно, что оно вообще как таковое, как явление, есть везде, но можно ли сказать, что у Одинцовского района реально проблема с несовершеннолетними, которые потребляют алкоголь? Вы знаете, когда речь идет касается несовершеннолетних, то здесь какой бы то ни был район и какой бы то ни был город, это всегда проблема, потому что если начинается с такого возраста, то ничего хорошего из этого не получится. Это мое личное мнение. Поэтому я считаю, что сколько бы, какие бы магазины ни продавали, это проблема. Мы сейчас перейдем после небольшой паузы к данной теме, немного в нее углубимся. А сейчас, воспользовавшись случаем, хочу еще раз вас поздравить с праздником. Знаю, что 10 числа у вас отмечался День полиции. Мы готовили материал, связанный как раз таки с вашим праздником. Наша информационная служба выдавала его в выпусках новостей. Предлагаю сейчас вам и нашим зрителям еще раз его посмотреть. В последние годы требования к сотрудникам полиции значительно возросли. Реформа Министерства внутренних дел, которую начали еще в 2009 году, дала понять. Сегодня от российского полицейского ждут высочайшего уровня профессионализма. При наборе сотрудников особое внимание уделяют дисциплинированности, стойкости, физическому и психологическому здоровью. Внимание общества в деятельности правоохранительных органов самое пристальное. Ведь сотруднику полиции даны очень значительные полномочия, дано право действовать от имени нашего государства. Ему доверена защита прав, свобод, законных интересов людей и, самое главное, жизнь человека доверенного вам. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовская работают по самым разным направлениям, каждый из которых требует особого подхода. Оперативный сотрудник должен быть убедительным, следователь – рассудительным, постовой – быстрым и внимательным. Озвученные руководством управления результаты дают понять – за всеми успехами Одинцовской полиции стоит неустанный труд множества профессионалов. Мы это показали результатами своей работы, самоотверженным трудом. Конечно, мы добились довольно-таки сильных результатов, в том числе по раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений, где мы являемся абсолютными лидерами в раскрытии преступлений данного вида по Московской области. Традиционно в День полиции отмечают наиболее отличившихся сотрудников. Так вышло и на этот раз. На торжественном собрании присутствовали главы городских и сельских поселений. Взаимная помощь районных чиновников и правоохранителей – это одно из обязательных условий обеспечения правопорядка. Сердечно поздравляю всех, для кого такая служба стала настоящим призванием. А борьба с правонарушителем и правопорядком – дело всей вашей жизни. Сегодня правоохранители находятся в центре общественного внимания. Реформированная полиция стала сложной машиной, состоящей из множества деталей. Очевидно, что главным элементом этой системы являются люди. Ну что же, вот такой праздник не так давно у нас произошел. Отмечали Овгу Голицыну. Давайте вернемся к нашей теме. И у нас Юлия Ивановна Анисимова сегодня приехала в нашу студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия Ивановна – замначальника участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних. Мы как раз вот начали тему несовершеннолетних, Юлия Ивановна. Действительно, вот Юлия Ивановна рассказала, что проблема существует. То, что начинается с такого раннего возраста, не может не дать, конечно, ростков во взрослую жизнь и так далее. Но, я так понимаю, это именно ваша профессиональная тема. Так что я свои профанские суждения отключаю. Интересно узнать, что именно вы думаете. Как у нас статистика, какая вообще ситуация по, не хочу говорить, подростковому алкоголизму, но по продаже, предположим, алкогольной продукции несовершеннолетним. Ну, если говорить о продаже алкогольной продукции несовершеннолетним, то мы в данном направлении деятельности ведем постоянный бой с реализацией алкоголя несовершеннолетним. На сегодняшний день нами совместно с сотрудниками отдела исполнения административного законодательства, также с общественниками, они нам также помогают. К административной ответственности привлечено 180 человек за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. что порядка на 20-25 протоколов больше, чем в 2015 году. То есть это говорит о том, что мы уже несколько лет боремся с данным видом правонарушения, но, к сожалению, меньше этих правонарушений не становится, они только увеличиваются. То есть это зависит, наверное, в большей степени от интенсивности нашей работы. И меньше подросткам и алкоголь продавать не стали, к сожалению. А вы говорите о привлечении к ответственности. В данном случае речь также о штрафах идет или что-то еще? Да, за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность по статье 14.16, часть 2.1 Кодекса об административных правонарушениях. И это штрафные санкции на граждан, значит, размер штрафа от 30 до 50 тысяч, на должностных лиц от 100 до 200 тысяч и на юридических лиц от 300 тысяч до 500. То есть получается даже более суровое в данном случае законодательство, чем реализация, предположим, в неустановленное время. Конечно, также отзыв лицензии. Также отзыв лицензии. Это один из критерий. А вы связываете как-то ситуацию с увеличением подобных правонарушений с, предположим, экономической ситуацией в стране? Ведь понятно, что предприниматели на любую деятельность толкают в первую очередь погоню за прибылью, увеличение доходов над расходами. Это один из составляющих факторов. Соответственно, сложно продавать пряники, пряники дорогие, будем продавать водку, причем детям. Правильно я понимаю? Ну да. И когда мы совместно с отделом исполнения административного законодательства, как говорится, прикрываем такие объекты, запрещаем продавать алкоголь, люди просто сворачивают свой бизнес, потому что это невыгодно. Существует сейчас довольно много способов действительно воздействия именно на детское сознание. В последнее время довольно тревожная информация приходит, например, о социальных сетях, потому что за последнее время за счет именно вот этой социализации, интернетизации учебных учреждений и так далее используются очень активные сети интернет, социальные сети, например, для создания групп по координации работы классов школьных, школ как таковых и так далее. И нередко там под видом преподавателей, ну, преподавателей, ладно, это вообще эксцессы, ну, предположим, родители учеников, появляются люди, которые начинают рассказывать, где можно приобрести алкоголь, где можно там таблеточки понятного содержания. Пропаганда своего рода. Абсолютно верно. Понятно, что в школе несколько сотен детей и несколько тысяч родителей, не все друг друга знают в лицо, по имени, поэтому зачастую сложно вычислить даже человека, который профессионально этим занимается. Если действительно вот человек, родитель заподозрил, что что-то подобное, нечистое происходит в сети интернет, что он может сделать? Ну, единственное, что он может и должен сделать, это своевременно сообщить в органы внутренних дел. То есть вы вот с подобными случаями знакомы и работали уже? Ну, не с подобными случаями, но были и другие случаи у нас, когда спамы различные распространяются, и от жителей поступают сообщения. Мы также все эти сообщения регистрируем и проводим по ним проверки. А вы имеете в виду по СМС-рассылке или как-то еще? СМС-рассылке тоже. Я ведь так понимаю, что это как раз-таки ваша область работы, что довольно важную роль здесь играет пропаганда, в том числе здорового образа жизни среди детей. Потому что если ребенка с детства приучили, что пить это плохо, это не смешно, это не забавно и так далее, то едва ли у незнакомого человека где-то там из-под полы будет около школы через дорогу покупать что-то. А вы подобную какую-то работу проводите, посещаете ребят, может быть, с открытыми уроками, с чем-то подобным? Ну, начнем с того, что инспектора отдела по делам несовершеннолетних, они в силу своих должностных обязанностей должны постоянно посещать образовательные учреждения, где среди учащихся инспектора проводят профилактическую работу. Это беседы, лекции на темы, о которых вы сейчас говорите. Также буквально недавно, в октябре месяце, у нас прошли мероприятия во всех образовательных учреждениях, мы даже и в средствах массовой информации освещали, и в детских садах, и в школах как раз эти мероприятия касались здорового образа жизни, пропаганды здорового образа жизни. А по возрастной категории вы с каким классом начинаете работать? Я уже, как сказала, мы уже и в детских садах работаем, и в детских садах тоже. Министерство разрабатывает специальные программы в игровой форме. Детям преподносится как раз-таки профилактическая беседа по недопущению в дальнейшем употребления с их стороны алкогольной продукции и негативного отношения к этому. А сами чувствуете какую-то реакцию именно от ребят, что они не просто, знаете, обрадовались, что математику отменили, а сотрудник полиции пришел? Конечно, детям очень нравится. На самом деле это открытые эмоции, и нам, как сотрудникам внутренних органов, нам очень приятно, когда идет такая отдача, когда у детей глаза светятся от радости. Не потому, что уроки отменили, на самом деле, а потому, что им это интересно. И что на них обращают внимание не только учителя, которые с ними непосредственно работают, но и также другие органы. Юлия Ивановна, Вы довольно давно уже по этому направлению работаете. Чувствуете ли какую-либо динамику, что поколение россиян как-то меняется, становится лучше или хуже относительно именно конкретного момента потребления алкоголя несовершеннолетними? Чувствую, конечно. Чувствую, что дети в нынешнее время стали намного более интересоваться. Кругозор у них расширился. И языки дети изучают. И занимаются в различных сферах деятельности. Мы это можем видеть в различных и передачах. И также вот у нас здесь, на нашем телевидении. Что касается алкоголя, ну, может быть, возможно, это связано с тем, что мы активизируем с каждым годом работу по недопущению продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Но на самом деле в этом году у нас замечается снижение административных правонарушений, совершенных несовершеннолетним, связанных именно с распитием алкоголя. И особенно с появлением в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. А если, предположим, действительно в автобусе или даже на улице, несовершеннолетний был задержан сотрудником, предположим, патрульно-постовой службы в состоянии явного алкогольного опьянения и так далее. А вот с ним в дальнейшем что происходит? Он забирается в отдел? Да, такой подросток доставляется в территориальный орган внутренних дел. Если он достиг возраста административной ответственности, на него составляется административный протокол. По статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях. Если же подростку нету 16 лет, протокол составляется на родителей либо законных представителей. По статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях. Дальше инспектор собирает материал административного правонарушения и направляет его в комиссию по делам несовершеннолетних, защите их прав города Одинцова. Где этот материал рассматривается и непосредственно комиссия уже в соответствии с Кодексом административных правонарушений принимает решение, какой вид штрафа наложить на несовершеннолетнего. И подросток ставится соответственно на учет в органы внутренних дел, ну и на учет также другим субъектам профилактики. А в данном случае о штрафах, если мы опять же упомянем, о каких суммах идет речь? Ну, небольших, от 500 рублей. То есть тут гораздо важнее получается моральное, в общем-то, ущерб, что называется. Да, но если это первый раз, конечно, комиссия всегда минимальный штраф избирает, если повторные факты у нас имеют место, штрафы, конечно, уже увеличиваются. В данном случае речь идет о штрафе вне зависимости от того, штрафуется сам ребенок, предположим, 16-летний гражданин Российской Федерации, или его родители, если вы умеете. Если протокол на родителей по статье 20.22, там штраф побольше. Там от полутора до трех тысяч, если память не изменяет. Ну что же, я очень рад, что вы к нам сегодня приходили. Эта тема действительно злободневная, потому что речь идет, если мы говорим о вашей специфике работы, о будущем, в общем-то, о будущих поколениях нашей страны. Если речь идет о вашей специфике работы, то это, в общем-то, наше действующее поколение, которое, кажется, как бы работает. Мы не делим нашу специфику, она вместе. Да, а вот я как раз хотел сказать о вместе, получается, знаете, такой надзор над, в общем-то, действительно, здоровьем. Все взаимосвязано. И трезвым богом нашей нации. Спасибо большое, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о незаконной реализации алкогольной продукции. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, информации, звоните нам в течение недели. Наш телефон не изменяется 508-86-84. Или вы можете напрямую обратиться в общественные организации, например, в общественную палату Одинцовского района, на их официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи, или же написав им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи через неделю.